итак ребята всем привет сегодня у нас должен быть запланирован шурф да ребята собирался я съездить на то же место где последний шуров у меня был состоялся где в принципе поднял дорогую монету 10 копеек сорок четвертого года и хотел отправиться на него шурф на этот же потому что очень много было комментарии что я обманщик лжеца мошенника в общем ловкость рук и никакого мошенничества что я монеты в этот шурф в этот фундамент просто-напросто подбрасывал и мне такие подписчики неприятно тем что ну это просто наверное какая-то зависть или что я мне неприятно такие комментарии конечно читать но я на них отвечаю вот ребят шурфы все копы у меня настоящие я копаю не просто так зачем мне копать и подбрасывать монеты тем более дешевые советские монеты если бы я хотел бы сделать такие подбросы я бы подбросил вам например клад каких-нибудь рублей вот вы все равно не разберете на видеокамере настоящий клад или нет фуфловый просто-напросто купил монеты с алиэкспресс между прочим это не проблема они дешевые если я хотел бы какие-нибудь сенсации я бы это уже сделал но к чему я к тому что сегодня у меня не не коп получил я сегодня вот такую вот письмо от своего подписчика который мне тоже писал тоже не верит что я монеты привожу в добротные в состоянии которые просто шикарные ему нравится у него так не получается и он мне прислал а вот такое письмо в котором находится монеты сейчас я домой приду распакую посмотрю что за монеты я буду эти монеты приводить в порядок именно для него потому что как говорится у него не получается и он не верит что я делаю из монет просто-напросто конфетки если кому-то нравится мои работы как я чищу монеты так что сейчас домой распаковка подготовка замачивание чистка и приводением монет в порядок и ну и потом конечно же эти монеты я отправлю обратно в дорогу так что смотрим будет довольно таки интересно и так ребята ну что поехали письмо у нас пришло именно из республики мордовия не будем долго затягивать это мероприятие открываем давно у меня не было посылок так что всегда приятно получать посылки хоть и посылка именно вот такого характера мне будет надо будет почистить эти монеты и отправить их домой то есть человек кто прислал просто не верит потому что я делаю с монетами у него не получается и он как бы неофициально но я так понимаю он решил мне устроить пари смогу ли я привести монеты в порядок так что поживем и увидим что у нас тут так прислал он мне вот такие вот монеты советские советские монеты а зачем мне бы их прислал чистить что лечить не понял я думал здесь монеты будут убиты на напрочь а здесь монетки то вот они какие чет я не понял немножко ну ладно сейчас обязательно с ним спешусь и спрошу что ему надо с этими монетами то делать монеты чистые их с ними ничего в принципе делать ты не надо зачем чё ему надо с этими монетами непонятная посылка ну ладно ладно я вроде как списал сообщался он должен был мне прислать царские монеты советские монеты которые убитые которые в принципе чистить нужно вот и у него не получается а здесь то монеты чистили здесь с ним ты ничего и не надо делать любопытно ладно продолжаем ребят думаю видео все-таки состоится и так ребят монеты у нас распакованы и выглядит именно вот так вот не очень-то внешний вид хороший но я бы сказал что монеты довольно таки неплохого внешнего вида и чистить их практически не нужно вот например монета здесь есть небольшая вот язвочка болячки кое-где начинает проявляться видите зеленоватые беловатые такие точки это как раз проявление болячек именно монета стала уже заболевать в общем в принципе монеты и налет на них довольно таки ничего особенно вот жетон метро советские монеты российские монеты вот у них имеется вот такой неприятный налет вот монеты очищены хочу вам сказать чищены некоторые монеты чищены но в основном на них родная патина но патина неровная и в принципе знаете для коллекции такие монеты ну нецелесообразно вкладывать потому что внешний вид конечно же не очень интересный вот и с данным человеком я только что переписывался и неприятная у нас обстановка случилось то что у нас какой-то в должен быть договорен бартер он мне эти монеты присылает а я ему что-то должен был в обмен прислать не помню что было об этом речь я точно помню что мне должны были прислать монеты на чистку я их чищу составляю видео и отправляю их обратно владельцу так что вот так вот и я сегодня вам и продемонстрирую будет чистить монеты своей жидкостью ортофосфорной кислотой хочу сказать что чистить их сильно не нужны я их просто замочу на минутку и все на минуту чтобы окислы на ней отвалились вот потому что монеты как вы видите не очень приятного внешнего вида так что жидкость всего на всего на одну минуту и так ребята монетки у нас пролежали в жидкости 5 минут вот и монеты может быть как вы скажете стали еще хуже но хочу с вами согласиться да по внешнему виду монеты стали хуже тем что некоторые монеты потемнели стали красноватые вот на некоторых монетах стало четко проявляться какие-то пятна темные красноватого оттенка вот да с этим я все соглашусь но это дело необходимо тем что нам нужно было снять родную патину с данных монет потому что следующая операция что мы будем делать это будет полирование монеты да ребят будет полировка монетам кто-то будет использовать паста горе кто-то полировочную пасту которую полирует chrome можно использовать работает все это дело и это обязательно мероприятие нужно чистить монеты именно от этого слоя патины потому что может потом оказаться так что будут у вас проблемы с нанесением блеска на этих монет ну а сейчас буду именно приводить их в порядок итак ребят следующее что я буду делать это конечно же удаление вот этого вот налета после чистки образуется налет на монетах он очень хорошо проявляется на советских монетах медно-никелевых в виде желтого и беловатого такого порошка небольшой слой на них есть и что нужно делать дальше я при помощи обычной стальной и щеточки легкими движениями в одном направлении удаляю этот налет для чего это делаю чтобы полировка была быстрее и надежной на щетку нажимать не нужно вообще это дело упрощает мероприятие которое использует обычную кашицу соды сода это очень долго нудно иногда и когда большое количество монет чистите в прямом смысле на пальчиках на подушечках пальцев появляются мозоли вот и слегка не нужно давить ничего на щетку чтобы удалить этот налет и как вы видите получается в принципе добротно я надеюсь сейчас фокус возьмет царапин на монете не остается как вы видите нету царапин ребят нету так что сейчас со всеми монетами я данное мероприятие сделаю и буду уже полировать покажу на примере и так ребята все монеты я прошел наши обычный латунной или стальной щеточкой я да ребят не брезгую даже использую стальную щеточку если легко по монетам правах проходить щеточкой в одну сторону то на монетах вообще не остается царапин то есть с глазами не видно под микроскоп может быть я ничего не говорю но факт том что монеты не дорогие не ценные можно так вот и пренебречь в общем что дальше я делаю все монеты я почистил дальше я буду их полировать полировать до состояния штемпельного блеска то есть все монеты так фокус давай 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 все монеты будут доводиться до штемпельного блеска что такое штемпельный блеск это заводской чекан монеты больше как говорится в обращении не были но еще хочу сказать что штемпельный блеск это еще тот же блеск который зеркальный если пальцем прислонить к этой монете убирая палец на ней остается след отпечатка капилляры остаются и видно отпечаток пальца вот я считаю что это и дальнейшем я вам это все продемонстрирую все монеты будут доведены до штемпельного блеска будем шлифовать нет не шлифовать а полировать наши монеты обычным средством который полирует стекло ребята стекло а мы будем полировать металл так что наш метод полировки в принципе большого сильного вреда монетам не принесут так что смотрим до конца и вы узнаете результат нашего процесса и так ребят что это дальше делаю это просто беру монету и и полирую полировку осуществляя при помощи например есть вот такой средство это полировочная паста для хрома и алюминия сами понимаете полировка для для того чтобы не было царапин вот и вот такими вот средствами в частности паста гои и полировочная в принципе они хорошо заполируют мелкие царапины тем самым еще и поднимают рельеф и делают как бы штемпельный блеск и сейчас я вам это продемонстрирую будет очень громкой я наверное все монеты буду чистить вне вашего внимания одну монету вам продемонстрирую как это все делается для тех кто хочет сам попробовать так что смотрим будет интересно одну сторону одну сторону я полирнул и выглядит в принципе как вы видите вот так вот другая страна не полированная она получается как бы матовая вот а другая зачетно классная сейчас я ее до чищу и вам продемонстрирую все монеты которые у меня получились после полировки а так видите невзрачная некрасивая монета а когда полировку наносишь и она уже играет обалденными красивыми красками и не стыдно показать в коллекциям положить итак ребят пришло время вам показать на свои результаты после чистки получилось вот такие вот красивые офигительные монеты вообще классные я вам сейчас покажу я вам говорил именно про как вам сказать про штемпельный блеск и знаете вот он например штемпельный блеск монета две копейки 1973 года и если попробовать поставить на ней отпечаток пальца интересно останется нет да как вы видите отпечаток пальца остается сейчас резкость на виду видите отпечаток пальца есть то есть монету и мы как бы приблизили к штемпельному блеску добротно получаются вот смотрите еще две копеечки монеты в офигительном внешнем виде и их можно уже в коллекцию отправлять видите даже от от потела немножко такая изморость так дальше у нас есть белорусские две копейки тоже когда чистил я занимаюсь иногда сваркой и зайчиков ловил от этой монеты то есть когда чистил зайчики были видите как от полировал и изморозь такая на ней появилась протираю пальцы и они вот играет новыми красками вот так вот дальше что у нас тут центы есть какие-то испания что или что в этом роде испания вот они у нас такие вот знаете красноватые здесь еще один у нас тоже цент имеется 1993 он тоже красноватый советские все классно почистились вообще от души крупные монеты у нас вот получились как вот помните вот этот жетон метро в каком он был внешнем виде и сейчас он вот такой прекрасный классный вообще зачетный почистилась вообще классно блин что изморозь какая-то на них появляется так но фактом что эти монеты все чищены но процесс не завершенный то есть их нужно еще обезжиривать высушивать и после этого только наносить консервацию но так как монеты дешевые я этого ничего показывать вам не буду но сам процесс вам расскажу в общем монеты нужно обезжирить бросаете их в ацетон у меня видео в принципе есть бросайте в ацетон минут на 10-15 ацетон всю влагу из монет вытягивает и потом пинцетом или перчатками монету ни в коем случае уже пальчиками трогать нельзя вот наносите на нее консервацию консервацию тоже я вам показывал какая есть в принципе это в принципе под лак можно вот затем можно при помощи воска парафина в принципе я все это вам показывал если кому любопытно можете это все посмотреть и сделать так как я вам рекомендую в общем вот такие вот монеты думаю кто мне прислал а в частности это у нас сергей если не ошибаюсь да так алексей алексей из мордовии вот надеюсь тебе результат понравился если понравился то при получении ты можешь их просто-напросто обезжирить и потом высушить и нанести консервацию и они у тебя будет в коллекции лежать очень очень долго но хочу вам еще сказать то что если консервацию на них не накладывать монеты со временем будут снова темнеть наноситься накладываться на них будет родная патина так что имейте ввиду вот и еще одна рекомендация не чистите данным видом средства именно дорогие монеты которые стоят принципе очень хороших денег лучше отдайте этим монеты специалистам которые реставрируют монеты чистят и чтобы монета не потеряла в стоимости они вам возможен даже сохранят ее родную патину так что вот такая коммендация дорогие монеты сами не чистите отдавайте их специалистам которые имеют большой опыт за плечами так что вот такое моё видео было получили почистили и теперь отправили владельцу так что пальчик ребята за трудосторания я думаю заслужил на этом и все всем пока до новых встреч